вот это было в начале лета я не походил а в конце лета конце лета как-то невзначай посмотрел на эти пятна они сошли то есть кое-где осталось то маленькие такие пятнышко то что было практически все сошло то есть процесс был стадии схода и вот как раз вот в это время мои родители работали ночные смены и проходила бабушка по отцу родная моя бабушка которая присматривала за детьми ночью чтобы они сами не оставались дети малые неразумные и вот как раз это был один из таких дней а вернее ночь я после того как напился компота полусонный уже и мать пришла то есть это был где-то на часа два-три ночи я возвращался из туалета спать свою кроватку а кровать моя и сестры стояли рядом и бабушка ночевала как раз с кроватью в кровати сестрой маленькая девочка в то время я подхожу к своей кровати она подымает голову и все это естественно в темной комнате я вижу силуэт который поднялся и спрашивает это ты гена я среагировал на на темное что поднялось и это вызвало какой-то у меня ужас ужас я заорал заорал затрясться и вот почувствовал что как что-то сверху у меня входит вот такое было чувство я вроде бы напрягся пытаясь инстинктивно знаете напрягается инстинктивно в зажаться вот предотвратить но но не это я уже так понял ничего не помогло когда она там на половину вошло или нот вот мгарим на такое ощущение создалось и после этого случая опять значит эти пятна еще больше стали я с ними живу до сих пор и так скоро будет уже 60 лет естественно я стеснялся естественного зажат естественно естественно все 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 было связано с этим но тем не менее как вы видите и это дело преудолел и сейчас даже не достающихся зубов особо не стесняюсь ну мы сейчас не о зубах вот я вам рассказал как бы сказать что было и я постоянно об этом задумался что там как там вот думал что может быть 40 суточным голодом это все решается вот провел его голодание там помимо всего прочего нет это проблема что-то голодом лично для меня не решилась может для кого-то и решится ну ладно и вот я совсем недавно полетел в уфу а там было так с ростова на дону в уфу нету прямого рейса надо полететь с ростова в москву сделать пересадку из москвы уже в уфу ну я так и сделал вот на самолете делать нечего я как-то опять вернулся к этой теме к этой теме и с учетом уже полученных знаний начал рассуждать но вот вот значит что происходит как как вообще наш организм строится он строится опять таки чтобы было ясно мы вернемся на стадию яйцеклетки вот она оплодотворяется и это будет одна клетка начинает делиться то есть именно от одной клетки начинает начинается рост всего организма то есть именно она излучает ту энергию то есть от нее все идет жизненная сила и энергия там что эти вот клетки начинают нарастать на нарастать на роста то есть чему это веду что я считаю и не только я считаю что существует центр но обычно называют дух то есть божья частица творческая дух которая которая строит стоит организм человека вот начиная все это с яйцеклетки им именно от нее идет энергия то есть вроде мы с вами едим для того чтобы поддерживать жизнь вот у нас как бы лучше сказать произошло несколько недопонимания что принято считать что жизненную энергию мы получаем из пищи это будем говорить одна часть правда да нам пища нужно для того чтобы мы получали какую-то энергию энергию можно сказать грубую амина как а именно которая строит тело поддерживаю структуры материальные и энергию дают чтобы этой материальные структуры работали но но тут большое но основная то энергия которая строит наш организм она то идет от этой вот как яйцеклетки с которой начинается она идет с вот этого духовного уровня с духовного уровня и потихонечку ну в детстве это побыстрее в период роста от яйцеклетки до рождения то то есть это очень быстрый процесс напоминающий можно так сказать взрыв настолько быстро все это разворачиваться процессы то есть оттуда идет энергетические управляющие сигналы и выстраивается или будет сочиться определенная энергия которая поддерживает чисто информационные структуры по которым уже строится физическое тело то есть вот там через через огромное количество или там какое-то количество передатчиков с этого духовного уровня идет построение шаблона физического тела то есть сначала это вот тут как бы сложно сказать вот вроде бы мы видим с вами дом дом но для того чтобы возник и дом архитектор архитектор начинает сначала его видеть делать умственно умственно вот эти вот все эти структуры выстраиваются умственно этого дома а потом они обрастают кирпичами трубами и прочим и у нас в организме вот это вот информационная энергетическая часть именно она постоянно обрисовывает контуры нашего тела функции там все 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 то есть вот она оттуда идет передается все эти вещи и вот те информационные потоки определяет форму форму тела функции как что там работает и если в них происходит сбой то это приводит к тому то есть перекрытие или искажение информационно-энергетического потока идущего с уровня духа с вот этой точки духовной оно приводит к тем или иным проблемам ну и в частности и в частности да теперь а как же вот происходят происходят эти искажения чтоб они там были то есть одно тело вот эта вот энергия идет идет она идет а вот это вот эмоциональное потрясение эмоциональное потрясение есть не что иное как своего рода будем говорить прямое воздействие энергетическое на этот поток то есть мы не столько физически влияем там там все ерунда а мы именно влияем вот этим потрясением вызывая в в потоке идущим от духа информационным мы вызываем какое-то искажение и вот это вот искажение уже далее приводит к тому что у нас начинает искажаться и физиологические процессы которыми они руководят цепочку прояснили и дух дает энергию которая выстраивает голограмму выстраивает все эти процессы которые происходят в голограмме по которым строится и функционирует физическое тело до сих пор до сих пор наука не разобралась почему именно клетки делятся по той форме вот в ту форму а не в другую и это все связано именно с голограммой и вот искажение в этой голограмме могут быть на уровне есть такое понятие эмоционального тела на уровне эмоционального тела можно это все сказать какая-то бредятина какая-то бредятина какая-то бредятина но вот лично моя практика показывает что нет это это суровая правда оказывается и смотрите что лекарствами пытаются вернуть физиологические процессы и действуют и травят травят физическое тело чего мы будем говорить Майкл Джексон умер а у меня в свое время было это малокровие и прочие прочие симптомы отравления организма и вроде бы они и пытаются там сдвинуть эти физиологические процессы и может даже и получиться но так как искажением возникли и есть они будут после лечения опять все это дело искажать и через какое-то время как у меня и было после того как я применял в начале это все все это откатилось назад на на то что и было что что и было до этого и теперь сравни а что ж бабушка вот что там молитва подействовала я не не умоляю роль молитвы самой вот что и она там оказала какое-то действие но вот именно вот этот вот шепоток он позволил расслабить структуры в вот этом вот эмоциональном теле то есть в этом вот пласте который 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 обслуживается эмоциями будем говорить который имеется у нас эмоциональный пласт именно в котором возникли вот эти вот будем говорить искажения от потрясения в первом случае потрясения от неожиданного попадания под автомобиль а второй раз потрясение от неожиданного появления черного предмета то есть от страха уже и вот именно ее вот этот шепоток вот это вот ее процедура позволила позволила это все дело расслабить это все дело расслабить далее интересная вещь тут можно сказать двоякое а зачем тогда вот этот воск применяется вот тут возникает такая у меня мысль что возможно возможно вот эти вот ну сначала небольшое отступление сделать мы то думаем что человек это физическое тело но практика показывает нет мы выходим за физическое тело то есть наши как бы сказать интересы оказывается несколько дальше физическое тело так называемое личностное пространство в котором как-то там если чужой человек входит другой человек с ним приятно либо неприятно вот это вот личностное пространство это то пространство в котором продолжается наша жизнь продолжается наши информационные энергетические процессы вот что интересно и в данном случае вот это вот область будем говорить мышление лично я считаю что головной мозг это просто-напросто как бы сказать передатчик материальный передатчик тех тонкоматериальных влияний которые находятся рядом с ним а именно там мысленный процесс он совершается не столько в головном мозгу он совершается где-то тут рядом рядом с нами но вот это вот будем говорить влияние считывается головным мозгом так как он состоит из воды и жира то есть из тех субстанций которые легче всего могут воспринимать вот эти вот тонкие информационные энергетические процессы то есть на что лучше всего записывается информация на воду где этой воды больше всего больше всего вот оказывается у нас в головном мозге если брать из ткани ну естественно кровь влияет но вот именно головной мозг это та структура которая воспринимает все эти тонкие процессы происходящие у нас допустим над головой и вот я думаю что в результате смотрите в результате вот этого шепотка происходит глубинное расслабление и как бы сказать подъем вот этих вот влияний искаженных эмоциональных над головой именно над головой и когда опускается ковшик с водой эти естественные влияния легко и просто входят в воду а воск который заливается в воду способствует тому что все это такая и замораживает будем так говорить замораживает то есть эта структура эмоциональная которая ведет к искажению работы там в организме она становится не свободной а заморозилась добрая здоровьица дела ли да нарезаешь круги нарезаю нарезаю а мы тоже благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо про доброго здоровьица и до новых встреч 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 до новых встреч